Сезон открыт. Грибники в разных частях страны хвастаются находками в соцсетях. Говорят, пошли подосиновики, маслята и подберезовики. Лесничьи напоминают, дары природы надо собирать правильно. Гриб – это плодовое тело, оно растет из грибницы. Грибница сама находится в верхних слоях почвы. И чтобы не навредить, чтобы плодовые тела продолжали дальше появляться, все-таки следует грибы не вырывать с корнем, а все-таки срезать верхнюю часть, оставляя самый нижний корешок. Съедобные и ядовитые. Про отличия грибов рассказывают еще в детском саду, а затем повторяют в школе. Несмотря на это, далеко не все взрослые знают, что стоит класть в корзинку, а от чего можно угодить в больницу. Я собираю, которые съедобные и условно съедобные, которые я знаю, как надо приготовить. Которые я знаю, те беру, а которые я не съедобно сомневаюсь, те желательно не брать. Собираем обычно с родителями, поэтому у них спрашиваем. И если не знаем, то точно не берем. Эксперты сходятся во мнении, если нет уверенности в лес, лучше и вовсе не выбираться. Бледная паганка, мухоморы, беловатая говорушка вызывают тяжелое отравление и способны привести к смерти. Если после употребления грибов вы почувствовали какое-то недомогание, это тошнота, рвота, жидкий стул, схваткообразные боли в животе, нужно немедленно обращаться в медицинское учреждение. И здесь заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Грибы растут в смешанных и хвойных лесах. Лучше искать во влажных и тенистых местах. Особенно часто они попадаются в болотистых низинах и поймах рек. Грибам нравятся молодые посадки деревьев. В них не составит труда найти маслята или подберезовики. Врачи готовы рассказывать про пользу этого продукта без остановки. Грибы на 90% состоят из воды и витаминов группы В. Правда, усвоить микроэлементы под силу лишь здоровому организму, ослабленным людям и детям, лучше не рисковать.